Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня у нас по-настоящему важный выпуск. Назначения, которые объявил Дональд Трамп, уже привлекли внимание всего мира и могут кардинально изменить политический ландшафт не только Америки, но и всего мира. Что стоит за этими решениями и к чему они могут привести? Давайте разберемся! Это рубрика «За кулисами политики». Не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео. Впереди еще больше уникальных обзоров и глубокого анализа, чтобы вы всегда оставались в курсе самых значимых событий. И начнем с самого неожиданного назначения. Дональд Трамп объявил, что сам Илон Маск, основатель Тесла и SpaceX, будет возглавлять новосозданный департамент правительственной эффективности. По словам Трампа, цель этого департамента – демонтаж бюрократии, сокращение ненужных регуляций и реструктуризация госструктур. Илон Маск будет работать вместе с Вивеком Рамас вами, сторонником экономических свобод и минимального госвмешательства. Этот департамент – это не просто новая госструктура, это нечто большее. Он будет работать вне традиционных рамок госуправления, предоставляя советы и управление, не подчиняясь строгим правилам. Назначение Маска и Рамас вами вызвало массу вопросов. Маск останется на посту главы своих компаний Тесла, SpaceX и X, не будет под отчетин Конгрессу и сможет действовать свободно. Это решение, по словам Трампа, сделает работу эффективной, избавит от бюрократических преград и позволит ускорить процессы. Но давайте подумаем, что это значит для Америки. Лиза Гилберт из организации Public Citizen назвала это корпоративной коррупцией. Она отметила, что Маск не просто далек от госуправления, но и его компании регулярно нарушают те правила, которые теперь он будет способен менять. Экономический аналитик Даниэль Айвс из Wetbush Securities описал это назначение как «покерный ход века». Он подчеркнул, что такое влияние Маска может принести огромную выгоду его компаниям, укрепив их позиции в таких важных отраслях, как искусственный интеллект и криптовалюты. Получается, Маск будет не просто частью системы, а новой движущей силой. Станет ли это началом новой эпохи корпоративного контроля? Или это лишь смелый шаг к эффективному управлению? Теперь давайте перейдем к другим ключевым назначениям Трампа, которые уже стали предметом бурных дискуссий. Марко Рубио, сенатор от Флориды, рассматривается на пост государственного секретаря. Рубио известен своей жесткой позицией по отношению к России и Китаю. Его назначение может означать ужесточение линии США по этим вопросам. Но здесь возникает интрига. Недавно Рубио выступал за скорейшее завершение конфликта на Украине, называя его тупиком. Возможно, это намек на то, что новая администрация готова пересмотреть свою политику в Восточной Европе. Увидим ли мы резкие перемены в отношениях с этими странами? Пит Хексетт, ведущий Fox News, назначен министром обороны. Это назначение выглядит неоднозначно, ведь у него нет опыта управления военными структурами. Но, видимо, Трамп ценит его консервативные взгляды и лояльность. Насколько далеко могут завести такие назначения? Оправдает ли преданность отсутствие опыта в одном из ключевых постов американской безопасности? Мэтт Геттс, конгрессмен и давний сторонник Трампа, назначен генеральным прокурором. Несмотря на прошлые скандалы, Трамп делает ставку на его преданность и жесткую позицию против избыточного госрегулирования. Геттс, возможно, станет одной из ключевых фигур, которая будет защищать интересы администрации. Но сможет ли это назначение выдержать натиск критики? Тулси Габбард, бывший конгрессмен от демократов, назначена директором национальной разведки. Габбард известна своим критическим отношением к внешней политике США и готовностью к диалогу с другими странами, включая Россию. Ее назначение удивило и демократов, и республиканцев. Кажется, что администрация Трампа не боится рисковать и идти наперекор традициям, выбирая тех, кто мыслит нестандартно. Эти назначения уже вызвали ожесточенные споры. Сенат еще должен утвердить эти кандидатуры, и это будет непростой процесс. Многие эксперты предупреждают, что назначение по принципу лояльности, а не опыта, может ослабить позиции США в мировой политике. Особенно сейчас, когда обстановка требует стабильности и профессионализма. Теперь перейдем к важной внешнеполитической теме – отношениям Трампа с Украиной. Недавно Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И в этом разговоре участвовал Илон Маск. Зеленский поздравил Трампа с победой и выразил надежду на продолжение поддержки от США. По слухам, Трамп заявил, что Украина будет довольна, намекнув на возможные изменения в политике. Но вот что интересно. Трамп также отметил, что хочет завершить конфликт как можно скорее. Илон Маск, присоединившийся к разговору, подтвердил, что его спутниковая сеть Starlink продолжит поддерживать Украину. А вот еще одна интересная деталь. Владимир Зеленский, по мнению экспертов, готовился к возможной победе Трампа и заранее скорректировал свою стратегию, чтобы извлечь максимум из нового политического расклада. Накануне выборов Зеленский представил западным союзникам план победы, состоящий из пяти пунктов, который явно учитывает интересы республиканской администрации. Вот ключевые пункты плана. Во-первых, вступление Украины в НАТО, что станет символом поддержки Запада и защитой от агрессии. Во-вторых, разрешение на удары по российским целям, чтобы Украина могла использовать дальнобойное оружие для сдерживания России. И, в-третьих, размещение на территории Украины неядерной системы стратегического сдерживания, которая обеспечит защиту от новых атак. Также в плане два дополнительных пункта. Привлечение западных инвестиций в украинскую экономику и замена американских войск на украинские в Европе, что могло бы снизить расходы США и НАТО. СМИ сообщали, что администрация Зеленского при разработке плана консультировалась с высокопоставленными республиканцами, чтобы учесть интересы возможной администрации Трампа. Похоже, Киев не оставляет ничего на волю случая и заранее подстраивается под развитие событий. Итак, что мы видим? Трамп намерен серьезно трансформировать госструктуры США, сосредоточив власть в руках лояльных и нестандартных лидеров. Включение таких фигур, как Маск и Ромасвами, позволяет ему обойти традиционные механизмы контроля, такие как одобрение Сенатом. Это может привести к усилению корпоративного влияния на политику США и нестабильности на международной арене, особенно в отношениях со союзниками и партнерами Америки. Как эти назначения повлияют на политику США и ее роль в мире? И смогут ли новые лидеры оправдать возложенные на них ожидания? Мы будем следить за каждым шагом и разбирать, как разворачиваются события на наших глазах. Не забывайте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео, чтобы оставаться в курсе самых важных событий за кулисами мировой политики.